Всем привет! Добро пожаловать на канал Blink's House. И сегодня мы обсудим новую номинацию Джису, актерский дебют Дженни, издевательство кей-поп-компании над участницей, новый проект Лисы, снова взаимодействие с участником BTS и много чего еще. Что ж, давайте приступим! Как я думаю, мы все помним, еще до выпуска Дорамы с Джису в главной роли было много скандалов. Но все же Подснежник достиг и большого количества хороших достижений. Успех Дорамы, конечно, во многом также зависел от съемочного состава, и, как я думаю, там все провели прекрасную работу. Недавно появилась новость о том, что Подснежник и его актерский состав номинирован на премии Blue Dragon Series Awards 2022. Сама Дорама в номинации лучшей Дорамы, ну и Джису в двух номинациях. Новая актриса и награда популярности. Кстати, не отходя от актерства, Как я думаю, вы помните, Дженни также в скором времени дебютирует как актриса, и, похоже, она закончила съемки в Америке и вернулась в Корею. В аэропорту она выглядела достаточно комфортно, но, скорее всего, очень устала, поэтому прикрыла лицо. С возвращением Дженни можно предположить, что она будет активно готовиться к возвращению группы, которая, по предположениям, попадает на август. Помимо этого, с Дженни была связана и шокирующая, не очень приятная новость. За последнее время компания SM Entertainment обвиняется в том, что они издеваются над главным рэпером Blackpink. 19 июня был выпущен список женских айдолов по рейтингу репутации брендов. На первом месте была Joy из Red Velvet, на втором же — Дженни. Чтобы отпраздновать такое событие, SM репостнули твит WKorea. Но когда блинки перевели этот твит, они были немного амбижены и шокированы. Его содержание было таким. Кто же на первом месте по репутации брендов? Это Joy из Red Velvet, которая смогла обогнать Дженни, которая на протяжении долгого времени была в топе. Чувствуется небольшая издевка. Да, и в чем вообще смысл SM респостить такой твит? Ведь в рейтинге репутации брендов нет ничего слишком особенного. Как, думаю, многие знают, есть больше историй по странному отношению SM к Blackpink. Как, например, с тем моментом, когда они назвали Эспо новыми Blackpink. А что вы думаете по поводу этой ситуации? В других новостях. Став недавно выпустили фото, в котором написали, что они что-то делали на съемочной площадке до 4 утра. А также Энтони Кинг, который является директором съемок для YouTube-канала Лисы, выпустил пост с Чешир, который является хореографом Лисы. Это, я думаю, прямой намек на то, что проходят съемки шестого Лилифильма. Помимо этого, Лиса очень активно проводит время и с друзьями. Недавно были выпущены просто невероятные кадры с Лисой, участницами TWICE и участницей IDOL. Любые взаимодействия между IDOL'ами очень радуют фанатов, а также, скорее всего, приостанавливают фанатские войны. И это очень круто. Затем, корейская медиа шокировала фанатов выпуском новостей о том, что Тэхён из BTS, Пак Богом и Лиса вместе отправляются в Париж для события от Селин. Многие люди знают, что Тэхён и Богом близкие друзья, но очень круто, что и Лиса полетела с ними. Все фанаты, как можно скорее, хотели увидеть общее фото с тремя звёздами, но, к сожалению, оно не было выпущено. Помимо этого, появилась и новость о том, что Лиса купила свой собственный самолёт за 56 миллионов долларов. Она решила не украшать внутреннюю часть, но вот внешне она покрасила самолёт в голубой с зелёным цветом. Ну а сейчас мы подошли к концу этого видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться, а также оставить коммент. Я, конечно, не забуду вам раздавать сердечки. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok